История с экстренным сбором средств за отопление началась неделю назад, когда, по словам заместителя Акима Шинкента Бесенбека Жамбасынова, главный поставщик тепла мог быть отключен от газоснабжения. Причина – огромные долги ТЭЦ-3 за газ. Сегодня утром получили предупреждение от Кастронгазаима о том, что с 10 часов будут отключать полностью от газопотребления наш единственный теплоисточник ТЭЦ-3, за имеющие задолженность в сумме 1,8 миллиардов тенге. Но это связано с тем, что на данный момент в октябре, ноябре, декабре было потребителям оказано услуги более миллиарда тенге. Эта оплата прошла где-то на уровне 20%. Это, как бы сказать, халатно со стороны наших жильцов. Не надеясь на сознательность абонентов, получающих централизованное отопление, чиновники разных уровней решили предупредить население о необходимости платить долги. А с несогласными пусть разбирается суд. Сказано – сделано. И полетели письма счастья к абонентам тепловиков. Одна из тех, кто не может понять, за какие заслуги ее причислили к должникам – пенсионерка Валентина Панфилова. Нам принесли какое-то предписание по коммунальному долгу за отопление. И дали нам срок 72 часа заплатить или нам отключат отопление, арестуют наши какие-то расчетные счета, которые у нас там у пенсионера пособятся. За декабрь 2016 года мы ждем всегда квитанции. И нам с 23 по 25 приносят общие квитанции, которые ввели полностью централизованно оплатить по всем коммунальным услугам, но вдруг принесли предписание, даже не квитанция, а именно предписание. И нас обвиняют, что мы должники. Более того, согласно предписанию, отопление в декабре 2016 года стоило 123,14 тенге. Хотя это новый тариф, который введен в действие лишь с 1 января 2017 года. И что получается? Людей заставляют платить за декабрьское тепло по январским ценам? Как выяснилось, ошибочка вышла. Всему виной программисты объяснили нам. Вот здесь вот все считают на то, что здесь у нас указан тариф новый, 123,14. Повышение, кстати, тарифа мы просили на 18%, у нас фактически нам дали 12%. Сейчас по городу повышение тарифа всего лишь на 12%. Раньше было 109,67 за квадратный метр, а на сегодняшний день 123,14. Но почему здесь? Здесь вот эта штучка, вот это предписание, оно типовое, мы его изготовили, мы его хотели в феврале уже внедрять. Но сейчас в сложившем положении мы вынуждены были сейчас его, значит, применить. И здесь вот эти 123,14, они, значит, программист его ввел. Но фактически здесь расчет идет по старому тарифу. То есть просто нужно вооружиться калькулятором и посчитать? И квадратные метры умножить на старый тариф, 109,67, получится вот эта сумма. И отсюда отнимается вот возвратная сумма за прошлый отопительный сезон. Вот с этого, значит, 207, минус 274, это за месяц возврат. И хотя господин Душанов говорит, что все в порядке, журналисты только напрасно накаляют ситуацию, каждый день в редакции начинается со звонков разгневанных шимкенцев, получивших предписание от тепловиков. Остается напомнить руководству теплоэнергетиков, что многие ваши абоненты, теперь уже бывшие, распрощались с централизованным отоплением и перешли на автономку во многом из-за далеко не теплых отношений с вашими предшественниками. Может, стоит как-то пересмотреть свое обращение с потребителями и не грести всех под одну гребенку.